Новинки от Елены Рониной. Романы «Я вас не слышу» и «Стеклянные дети». Свой талант нельзя приносить жертву другому, потому что жизнь всё равно переиграет по-своему. «Стеклянные дети» – первый роман в России о методе ЭКО. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Елена Ронина. Я рада приветствовать вас на моём YouTube-канале, и мы сегодня ещё немножко поговорим о духах. Так вот, духи. Мне кажется, что очень важно в своих духах быть уместными, может быть, не переборщить с духами и знать, какие духи и в каких случаях мы используем, и чтобы вы не были навязчивыми. И вот, например, сегодня, собираясь на большое собрание рабочее, я понимала, что я буду находиться в таком замкнутом пространстве достаточно долгое время, и поэтому я выбирала духи, которые бы, в общем, не мешали другим. Поэтому я выбрала не то чтобы совсем духи, скажу вам. Я выбрала, это называется, крем парфюмированный для тела Аква Универсалис от Фрэнсис Курпиджан. И вот я немножко хочу вам рассказать сегодня об этих духах. Я вообще хочу сказать, что я, когда выбираю духи, я не люблю ходить по большим магазинам. Я люблю маленькие магазинчики, где продаются лимитированные духи, где продаются нишевые духи. Но, к сожалению, ну или я не знаю, к счастью, потому что ты будешь точно редко, эти духи, они достаточно дорого стоят. Но есть вариант купить не духи, а купить либо парфюмированную туалетное мыло. Можно купить крем для рук. Но вот я выбираю, как правило, крем для тела. Наносится он на зону декольте. И я заметила, кстати говоря, что когда вот я в таких духах, то мне достаточно часто делают комплименты. А вообще, вот если немножко мы поговорим о Фрэнсисе Курпиджан, я даже, знаете, вот для себя сохранила его высказывание, которое мне очень и очень нравится. Значит, кто это такой? Это парфюмер армянского происхождения, который вырос и живёт во Франции. И что он говорит сам о своих духах? И мне кажется, что это очень правильно. Аромат – это всегда соблазн, а соблазн – это власть над людьми. Вы можете сколько угодно повторять, что душитесь для себя, но в момент, когда вы выходите из своей комнаты, этот запах вступает в диалог с другими людьми. Ну, 69-го года рождения, можно сказать, молодой человек, не молодой человек. Но в какой-то момент он хотел стать танцором, но потом вот он стал парфюмером. И счастлив в этом, потому что, как он говорит, что сейчас как танцор он был бы уже пенсионером, а как парфюмер у него самый рассвет. Он создаёт духи, в том числе на заказ. Он, наверное, первый из парфюмеров, который создал ателье духов. И он должен что-то узнать о человеке, его истории. И сначала он рисует эскиз, какую-то картину, а потом уже рождается запах. Запах. Запахи от этого парфюмера, возьму ещё раз, значит, вот этот флакончик. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Тут есть и утренние, тут есть вечерние, есть торжественные. Они самые, что ни на есть разные. И вот это один из утренних ароматов, которых на самом деле тоже четыре. Я выбрала себе Аква Универсалис. Здесь много белых духов, те, которые я люблю, Ландыша. Но, тем не менее, когда они в духах, они более насыщенные. А вот этот вариант, он наиболее спокойный. Ещё раз повторюсь, что это духи достаточно дорогие. Но, что хорошо, что здесь можно купить, опять же, маленькие наборы. Они есть и по 2 миллилитра, и по 11 миллилитров. Есть духи, которые мы можем использовать для дамской сумочки. То есть можно купить один такой золотой футляр и в него потом вставлять. Классные духи. Ну вот, вы знаете, что касается духов, мне кажется, что эта тема интересная. Крем для рук, конечно, есть. Но крем для рук, ну, мне, например, жалко тратить вот эти духи на руки. И плюс, я вам честно скажу, что я к своим рукам отношусь достаточно трепетно. И я крем для рук покупаю, может быть, очень простой. Но именно тот, который бы улучшал и мои руки. У меня очень сухая кожа на руках. А вот, что касается золотой декольте, то мне кажется, что крем парфюмированный для тела как раз сюда и очень подходит. И он выглядит и чувствуется очень дорого и красиво. И вот этот аромат, он, ну, для меня, он необыкновенный. От души вам его рекомендую.